Захария. Он был хорошим человеком. Он был достойным человеком. Он был очень умным. Он был единственным христианином на всю школу. И я ненавидел его. Потому что я думал, что как мусульманин я должен быть лучше его. Но он был лучше меня. Мы начали бить его каждый день, когда приходили в школу. И в тот вечер мы договорились, что должны убить его. Было темно, было холодно. И мы шли впереди него. Нас было пятеро. Мы забрались на дерево и ожидали там. Издалека мы увидели приближающийся факел. И свет становился все ярче и ярче, когда он приближался к нам. В ту минуту, когда он был под деревом, мы прыгнули на него. Он плакал. Он кричал. Он орал. Мы сломали ему руку. Мы сломали ему ногу. У него начала течь кровь. И поскольку он начал кричать и умолять о помощи, я закрыл ему рот рукой, чтобы он не шумел так. Подобно тому, как вы режете овцу, знаете, такая дрожь. Другие били его. Я был очень горд. По сути, ты что-то делаешь ради Аллаха. Понимаете, ты хочешь угодить ему. И внезапно он больше не мог дышать. И мы больше не слышали его голос. Мы оставили его в лесу между жизнью и смертью. Мы вернулись. Ты моешься. И ты молишься. И Захария никогда больше не вернулся. Я больше не видел его. Я родился и вырос в очень-очень фанатичной мусульманской семье. Когда я был ребенком, мой отец привел меня в школу изучения Корана. Мне было всего 8 лет. И мой отец просто бросил меня там. Мне обрели голову. Мы сидели в кругу. Шейх сидел в середине круга. И у него был очень длинный кнут. Меня заставляли учить Коран на память. С каждой ошибкой, которую ты допускал, этот кнут бил тебя прямо по голове. Тебе не позволялось плакать. Потому что в нашей культуре говорят, что мужчины никогда не плачут. Я плакал каждую ночь. Мне говорили, что я принадлежу к исламской общине. И поэтому ты сражаешься за нее. Ты остаешься верен ей. Я начал ненавидеть людей, ненавидеть каждого, кто не был мусульманином. И особенно я ненавидел евреев. Я готовился к тому, чтобы идти и сражаться за Аллаха в джихаде. Но каждую ночь я ложился на кровать. И когда мы выключали свет, я не знал, что со мной произойдет, если я умру. Мой двоюродный брат сильно заболел. И врачи сказали, он умрет. Они дали ему всего пару дней. И однажды пришли два человека. Это были копты-христиане. Один из них хотел пожать мне руку. И я увидел, что у него на руке крест. Я отдернул руку и сказал, нет, я не прикоснусь к руке с крестом. И он сказал мне, мы слышали, что этот ребенок болен. Мы хотели бы помолиться за него. И только из вежливости я сказал им, хорошо. И они начали говорить к Богу так, как человек говорит со своим другом. Они говорили, Боже, пожалуйста, исцели этого ребенка. В ту минуту, когда они сказали аминь, мальчик открыл свои глаза впервые за четыре недели. Он начал шевелить руками. Он начал говорить. Он сел на кровати и начал ходить. И один из тех людей, которые молились, сел рядом со мной и сказал мне, знаешь что, настоящее чудо в том, что Бог желает изменить твое сердце. Веришь ли ты в то, что Иешуа жив? И я ответил, да. Потому что, согласно исламской традиции, Бог забрал его на небеса. Он жив и однажды он вернется. И он сказал мне, из-за того, что он жив, ты можешь говорить с ним. Это изменило всю мою жизнь. И когда я начал читать Писание, никому не надо было убеждать меня любить еврейский народ. Единственный способ, как мусульмане могут начать любить евреев, это когда они встречают Иешуа. Я любил свою семью. Я любил своего отца. Я любил свою маму. И я любил свою общину. И когда я решил следовать за Иешуа, мой дед и мой отец сказали мне, ты больше не один из нас. Они организовали похороны. Они пригласили друзей и семью. Они принесли гроб на кладбище. И они сказали, наш сын мертв. Будучи провозглашен мертвым и без семьи, я сказал Богу, где ты? Я услышал голос, и этот голос сказал мне, ты знаешь, что та могила, на которой написано твое имя, ты знаешь, та могила пустая. Ты знаешь что? Моя могила тоже пустая. Я приехал в Египет впервые за много лет. И я был на пасторской конференции. Один из суданских пасторов подошел ко мне. Это был пожилой человек с седыми волосами. Он начал разговор и спросил меня, откуда ты приехал? Я рассказал ему мою историю. Он начал плакать. И я спросил его, почему ты плачешь? И он сказал мне, ты помнишь меня? Меня зовут Захария. И вдруг я вспомнил его. В последний раз, когда я видел его, это было темной ночью. Я внезапно услышал, как он кричал, хотя прошло уже 25 лет. И вдруг я заметил его сломанную руку и сломанные ноги. Я увидел те шрамы, которые были у него по моей вине. Мне стало очень стыдно. Я был плохим человеком, да. Я был ужасным. Захария посмотрел мне прямо в глаза и сказал, Ясир, из-за того, что ты так сильно меня ненавидел, я всегда молился за тебя. Он открыл Библию. И в тот момент, когда он открыл Библию, я увидел, что мое имя написано на первой странице. Я ненавидел его. Он молился за меня. В тот день Бог обличил меня. Он сказал мне, еще до того, как ты начал думать обо мне, я думал о тебе. Для того, чтобы любить тех, кто ненавидит вас, вам нужен тот, чье имя — Ешуа.